Привет, танкисты! Ну вот мы и добрались до одного из самых интересных аппаратов в нашей игре. М-18 Hellcat. Истребитель танков, прекраснейший истребитель танков. Да, он не обладает бронёй, не обладает мега-супер пробивным орудием, но, тем не менее, он играет просто потрясающе. В умелых руках позволяет делать невообразимые вещи. Почему? Ну, потому что всё-таки машина крайне мобильная. Максимальная скорость 72 км в час, это уже говорит о многом. То есть машина перемещается по картам мгновенно. Пока противник разъезжается со своего респа, вы уже где-то около середины карты занимаете самые лучшие места и начинаете вести отстрел. Конечно же, надо помнить, что, в общем-то, любое попадание, оно может привести к неприятным последствиям, но тут есть и другие факторы. Всё-таки броня у нас картонная, протыкается моментально и чем угодно, и здесь есть маленький плюс, всё-таки каморники при этом не возводятся. Но более подробно мы поговорим чуть позже, а сейчас всё-таки немножко истории. М-18 Hellcat, по-английски ведьма, не кот, не кошака, а именно ведьма. Это 76-мм самоходная артиллерийская установка класса истребителей танков, выпускавшейся с 1943 года по 1944, конкретно с июля по октябрь. Всего было выпущено 2507 этих самоходов. Во время войны Hellcat активно использовались американцами в 1944-1945 годах в боях в Италии и в Северо-Западной Европе. Вскоре после завершения войны М-18 был снят с вооружения армии США, но при этом долгое время использовался в других странах, в частности в Южной Корее и Венесуэле. На 2007 год во Южной Корее имелось 8 таких машин, а в Венесуэле аж 75. М-18 были оборонительным вооружением и не могли использоваться для поддержки наступающей пехоты. Hellcat обладал очень слабым бронированием, которое с близкого расстояния могло пробиваться шрапнелью и бронебойными пулями калибра 7,62. Также самоходка не имела установленного в корпусе и спаренного с пушкой пулемета. Башня ее имела открытый верх. Это улучшало обзор, весьма упрощая задачу обнаружения и слежения за противником. Одновременно с этим открытая башня делала экипаж машины уязвимым для минометного и артиллерийского огня противника, а также для пехоты противника в ближнем бою. Последняя с легкостью могла закинуть в башню пару гранат. Таким образом, М-18 должна была применяться исключительно против танков, атакуя их из-за сад, изредка меняя позиции. Благо машина обладала отличной динамикой и максимальной скоростью, что позволило ей быть почти что неуловимой. Ну вот, собственно, и все, что касается истории. Ну а мы с вами смотрим бой. Бой. Он продолжается и здесь весьма неплохо уже настрелял. Успел и в атаку сходить, и вернуться, когда увидел, что нашу точку захватывают. И тут, видимо, противник такого хода не ожидал. Ну а я прекрасно-прекрасно позавтракал. Ну или поужинал, или пообедал. В общем, кому как больше нравится. Переходим к нашим характеристикам. Ну и так, вооружение. 76-мм пушка М-1. Перезарядка 6,4 секунды. Очень-очень неплохо. Снаряды основные это каморный М-62. Там всего лишь 127 мм в упор. Но нужно отметить, что в принципе машина справляется с целями практически всеми нормально. И по большей части бьет по веземным местам. Бьет в корму, бьет в борта. Ну и даже если попадается что-то довольно серьезное, типа советских Т-34-85, зная их слабые зоны, можно и в лоб их уверенно поражать. Также под башню прекрасно все залетает. Ну и второй снаряд у нас. Это бронебойный подкалиберный снаряд. Там 221 мм. В упор пробивает тон очень даже неплохо. Ну, конечно же, по наклонным плоскостям работает не так хорошо. Но вот по прямым участкам замечательно все заходит. Начальная скорость полета снаряда у подкалиберного 1036 метров в секунду. То есть там с баллистикой вообще проблем нет. Ну а что же касается скорости полета у каморного. Там всего лишь 792 метра в секунду. Но, в принципе, это тоже хорошо. Ну и следует также заметить, что скорость поворота башни очень даже неплохая у нашей САУ. 22,6 градуса в секунду. Ну и также углы очень радуют. Пушка опускается на 10 градусов, поднимается на целых 20. В общем-то, машина более чем комфортная. Что печали, так это действительно броня. Но, с другой стороны, как я уже говорил в начале, каморные снаряды не взводятся. Следует отметить, что у нас, в принципе, везде 12,7 мм. Сверху там 8 мм броня, крыша корпуса и кормовая часть башни кое-где можно сказать, что да, действительно есть броня, но вряд ли получится там что-то отбить. Поскольку у Волбу 25 мм вместе с маской там порядка 45 мм будет. Ну и сказать, что это прям броня, ну, нельзя, в принципе. Так что ждать каких-то непробитий не стоит. Дырявят на здании плохо, в том числе и каморниками. Ну и в этом плюс. Если вам не попали в какой-то жизненно важный модуль, не выбили члена экипажа, вообще это не проблема. Вы всего лишь отряхнулись, посмотрели, произнесли, кто это сделал, иди сюда, и заслали в ответ снаряд. Собственно, что радует в этой машине? Ходовые характеристики. Максималка 72 км в час, пойди догони называется. Удельная мощность 25,9 лошадиных сил на тонну. Ну, то есть мы вообще разворачиваемся, мгновенно набираем скорость, штурмуем даже достаточно высокие горки без проблем. Ну и назад машина отступает со скоростью 23 км в час, что тоже как бы немногие могут себе позволить. В общем, комфорта здесь явно больше, чем каких-либо проблем. Ну, ко всему прочему, у нас есть еще и зенитный пулемет 12,7. Две ниточки поразбирать, ну и позбивать самолеты противника мы тоже можем. Но тут нужно быть аккуратнее. Если попался скилловый самолет, то, скорее всего, он уйдет от вашего огня, а потом незаметно подкрадется и зайдет на вас практически отвесно, нанеся удар вот именно в эту открытую рубку. Ну и если это будет какой-нибудь Як-9Т на фугасах, то, в общем-то, будет не очень приятно. Ну, а бой потихонечку приближается к своему логическому завершению. Очень неплохо здесь повоевал. Успел сходить в атаку, вернуться за дефить точку, снова сходить в атаку, еще раз вернуться и после этого продолжить уже финальное наступление, когда мы уже добивали остатки вражеской команды. Получилось, как получилось, может быть, это не самый высший класс, то ли 11, то ли 12 фрагов, посмотрим по статистике чуть позже. Но, тем не менее, удовольствие от игры я получил огромное. Если вы ищете машину очень динамичную, с неплохим, в принципе, вооружением и готовый терпеть ее картонность, то, в принципе, Hellcat это то, что нужно. Есть еще аналоги, есть британские ветки Chariotir, и вот он играется примерно так же, хотя несколько в мобильности уступает. Хотя и не во всем. Эти два истребителя танков являются одними из лучших, на мой взгляд, при том у них не самый высокий БР, так что играть комфортно. В свое время я повесил на них талисманы и прокачивал технику вообще без особых напрягов, так что всем рекомендую. Ну а на сегодня у меня все, если видео вам понравилось, вы знаете, что делать. Всем крепкой брони и хорошего настроения, с вами был Blackross. Редактор субтитров А.Семкин